На тему дрожжевой отрасли, ее развития, важности для страны мы уже разговор вели, это примерно полтора года тому назад. За это время производственной мощности нарастил новый завод «Слуцкий». В его строительство было вложено 37 миллионов евро, в том числе 10 миллионов евро инвестировали из Германии. Также работают дрожжевой комбинат в Минске и филиал в Ашмянах. Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского Союза. Но в этой сфере есть и резервы роста. Притом удивительно, что они не задействованы. Кроме традиционного хлебопечения, дрожжи могут применяться и в медицине, и, что очень важно для нас, в животноводстве. Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития. Чтобы не было здесь всякого рода темноты и конспирологии в этом вопросе, я хотел бы сказать, что основным поводом, почему я согласился на проведение этого совещания здесь, послужило то, что немецкие инвесторы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы это требование основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что вот-вот мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую. После анализа в администрации президента договора, оказывается, там такого обещания не было и быть не могло, а если было, то это дурь полная со стороны наших чиновников. Но тем не менее, давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это наши два предприятия. Не важно, что туда инвестировали немцы, белорусы, русские или украинцы. Неважно, это уже наше предприятие, и мы должны беспокоиться за функционирование этих предприятий, но не одного за счет другого. И главное, это люди, которые работают и там, и здесь. В основном, в подавляющем своем большинстве, это белорусы. Берем. Берем. Продолжение следует...